Здравствуйте, уважаемые садоводы! Мы снова вместе, перед вами Железа Валерий Константинович Который занимается садоводством в Сибири, в Шовшинский район Костановского края Там, где Ленина хотели, чтобы он там навсегда остался И вот получается следующее Вот это вот диск Вот этот диск снятый в 2007 году, получается 15-16 лет назад И тут я искал подходящую фотографию И навеяло Вот получается так, что я фотографию нашел, ну чтобы поярче было И теперь возвращаемся к каталогу Итак, это каталог, который знают многие Вот он Потом, значит, посмотрите его отдельно, он есть на сайте Что добавилось к этому каталогу И почему Это все вы знаете, это все вы проходили Это все уникальные вещи Раритетные вещи Те же книги, те же диски учебные Вот, и я не хотел бы просто, чтобы это была реклама Да, это уникальная коллекция Вот она Дальше что получается Получается, что Когда вот этот каталог был готов У меня возникла проблема такая Морально-этическая То, что я продаю семена проверенной жизни Несколько поколений Чудеса случаются, когда косточки абрикосов Доходят до благословения, без всяких прививок И эти чудеса уже вы знаете Многие знают, то не знают, но то и сайт Сайт уникальный, единственный на планете Других таких нет Этот сайт сделался в настоящем саду В настоящем питомнике Вот, и опыт перенесен сюда Таким образом, чтобы он тиражировался И вот получается, что Дошли мы до слив Что с ними надо делать? Садить подвойные Брать черенки уже разов И прививать А что все-таки семян получится? Может из таких роскошных косточек Получиться настоящие вкусные плоды Или все сведется к тому, что А, посадишь косточку культурную А выращает, вырастает дичок Все, что мы говорили Что в роскошных дичок Как правило, все валили на абрикосы Я доказал, что это неправда Удалось сейчас-то не только Что хуже стали Выращенные из косточек Моих плоды А еще и лучше, чем были Давайте теперь про Про Сливы Почему? Дело в том, что Вырастить Сливу Для меня не составляло Труд, а так А что надо было делать С косточками? Вы знаете, что Я их так много не распространял Как абрикосовые Абрикосовые Проверены По жизнью А сливы не так проверены Есть несколько десятков отзывов Прекрасные сливы из косточек Но это все равно еще мало И кому предстоит все это проверить В этот год Выдался особо Неправильный Дичайшая засуха Очень слабо урожащий слив был Вы заметили, что В каталоге их очень мало Всего несколько наименований Вот И тогда что я сделал? Я их отложил в сторонку И не трогал И вы про них Несколько сортов Даже и не слышали Почему? У меня было два варианта От того, что Мы люди не богатые А с каждым годом Становимся все богаче Ну в кавычках Все богаче И богаче Подкинут нам там Какие-то проценты Пенсии И вот А цену поднимут И все То есть это Не успеешь раз открыть А уже у тебя Который жизни стал еще богаче И вот к чему я говорю Был момент, когда я Отложил в сторону И сказал себе А я из них сам выращу Из этих слив Саженцы И непривитые продам Соблазн дичайший Вот Но у меня-то Авторитет какой А у меня какая Репутация Неужели я Из-за того, что Ну Нището не назовешь Ну Небогатой жизни Мне надо еще Попробовать И этот путь Продавать Непроверенное Ну Вот он Саженец Из косточки Сливого И что А я не знаю Что И тогда я решил А Каких-то 50 косточек Урожай слабенький Каких-то 100 Каких-то 200 А забирайте Цена та же 20 рублей Штука Итак Видите Вот это Каталог А вот это Дополнительно Вот Это Не всегда И не каждый год Винберка Богатырская Привез Украины Видит Черенков Вот что Получилось Косточки Пожалуйста Забирайте Сливок Желто-розовое Если Сливы Китайские Хорошо Распространены Кроме Вот этой Сладчайшая Так Пожалуйста Вот Значит Почему Я здесь Ставил фотографии Прямо в каталог Это Николай Иванович Чижик Один из моих Лучших друзей Царство Его Небесное Я у него Раздобыл Две Сливы И просто Не зря Написал Чернослив Чижика Какая настоящая Кто автор Этой Сливы Я имею ввиду Официально Не знаю Раздобыл У Чижика И взял Написал Чернослив Чижика Вот и будет Память О замечательном Человеке Об уникальном Садоводе Вот Жаль Мне Чижика Что Никогда Его сад Я не был Там Больше Десяти лет Конечно Этот сад Скорее Захерел Вот А когда-то Я о нем Рассказывал С любовью И так Чижика Сын Не текут Вот Это Калаш Это Сады Сибири Напислят Больше Став Моих Статей Вот И Так как Он закрылся Этот сад Сад Сибирь Я взял И использовал И вопрос Как Подложку Сливововская Красавица Прислал Мне ее Прислал Мне ее Чернышов Чернышов Валерий Петрович Единственный Европейский Ученый Которым Я дружил Вот Саратовский Ученый И тоже Царство Его Небесное Ну Не имею Вот Она имеет Описание Название Сливововская Красавица Ну И не имею Права Написать Слива Чернышова Красавица Видели Черносим Козловского Вот Кстати То же самое Костички По 20 рублей Штучка Будет Зенитичок Это решать Вам Так Мне надо Проверить Идет ли запись Ага Запись идет Хорошо Это значит Черносим Козловского Я разнобыл У Боднера У Боднера Бориса Иосифа Вот она Красавица Это у меня Еще слабенький Урожай Был А потом Знаете Когда Густой Урожай И нет Фотоаппарата Она Опять Разгущая Замечательный Сорт Выдающийся По своему Урожаю И по Вкусу И по Невероятной Морозостойкости Черный Абрикос Вот она Красавица Видели Почему Он Называется Черный Гибрид Черного Лучи С Абрикосом Пусть Абрикос Там был Оранжевый Или темно-красный Ну Черный Он был Когда-то Сами Знаете По двое Так По двое Так влияют Что Получается Уже Черную Краску Он потерял Кстати Обратите На эту Линейку Я На многих Фотографиях Она есть Это Фирменная Линейка Всегда Когда Вы В чужих Каталогах А их Больше 150 Около 200 Которые Присвоили Мои Фотографии И Когда Вы Официальное Заявление Мое Когда Вы Видите Вот Эту Линейку Раскрашен Знайте Это Каталоги Мошеннические Они У них На фотографиях Одно Вот Такие Красивые Это Тоже На чужих Каталогах А на самом деле У них Другое То есть Это Сайты Мошеннические Вот И Получается Следующее Я Очень Жалею Что Я Не на всех Эти Линейки Использовал Так Бы Еще Лишняя Сотня Сайтов Была Разоблачена Черный Абрикос Черный Приз Привез Украины От Садовода По Фамилии Гарбус Фамилия Интересная Поэтому Заполнил Так Это Две Фотографии Одного Итого Дерева Слева Незнакомка Сорт Не знаю Вкусная Замесенная Вот Хотите Незнакомка Незнакомка 20 рублей Костичка Слева По старту Это Гигант К сожалению Мне не удалось Ветерить Опять же Посмотрите Какие Сантиметры Мелкие Посреди С этим Это Слева Веса 80 Грамм К сожалению К моему Сожалению И так Не получилось Яркой Фотографии Что Надо На ладони Вот так Взять Вот так Была бы Полная Ладонь Ладно Ну И на этом Вопрос В сливах Как бы Закрывается Значит Что я хочу Сказать Вот это 78 Грамм Слива Не может Быть В декабре У меня Есть Единственная Фотография Это Когда А да Давайте Сейчас Посмотрим Так Вопрос О черевщах О других Сортах Вот Кстати А сливой Этюд Еще Этюд Вот Тоже Есть У меня Косточки Все Прекрасно Хорошо Что Я начал Вестать Дальше Замечательная Весь Вот Абрикосы Пропускаем Слива Ника Вот Есть Пару Десятков Кто-то Скажет Хочу Нику Будет Я Еще раз Говорю Я Раздумал Косточки Высаживать И выращивать Непривитые Саженцы Заработаю Спаси 40 лет Такой Уникальный Авторитет Вы знаете Сотни людей Заказывают Косточки Черенки Саженцы Несколько лет Прошло 5-8 лет Когда ни один Не усомнился Что ему Во-первых Вышлют Предоплаты Что им Все-таки Вышлют А во-вторых Что не вышлют Тук-тук Уже Когда-то Было Люди Битой Жизнью Знают Что Как это А одна Знаете Что-то Вот Разговор По телефону А что Вы скажете Про Бекера Я говорю Мошенники Вот Знаете Говорит Я долго Я убеждал Что мошенник А вы знаете Я надеюсь На чудо Я все равно Закажу Вот это Наше Это У нас У нас У русских Есть одна Особенность Особенная Особенность Мы доверчивые Это хорошее Качество Оно Сродни Качеству Доверчивость Доброта Вот Делать добро Это все А Как бы Все в одном Русском характере Но зато Нас Обманывают Кто хочет Все кто хочет Это касается И наших Мошенников И мошенников Зарубежья Кто угодно Вот Валерий Константинович Звонок Я Это самое Я из Италии Фамилия правда Русская Дважды Предлагали Вот такие Шикарные Саженцы Вот Я говорю Они же замерзнут У нас в России А вы не говорите Что они из Италии Вот и все Это мне предлагали Стать мошенником Итак Ника Вот Еще раз говорю Я листаю все подряд Но Упор делаю На Эти На Сегодня На Слева Вот Ну подумаешь Сама как сама Чего их пробовать Вот Еще где-то у меня были Сейчас А давайте я быстро Пролистаю Это каталог Каталог Именно кофточек Ну каталог Черенкован Почти такой же Вот Коррекция уникальная Она честная Она настоящая Эти 150-200 Питомников Которые Их больше Ну тех Именно те Которые украли Мои фотографии Присвоили Скромно Говорит Присвоили Они Вот На что рассчитывают На нашу Ту самую Доверчивость Понимаете Вот И у них нет Матосих садов Нету Нету Матосих садов Вот они Еще сливы Заканчивают Итак Это Плеядок Китайских Слив Вот Вы видели Желто-розовый Это Слива Слива Желтая Вот она Желтая Самая сладкая Из всех Ну может быть Еще красно-желтая Ей не уступает Сладость Вот Вот она Красно-желтая Чудо Вот Красно-синя По двое Лучше не бывает Легкая горчинка Зато по двое Лучше не бывает Сили фиолетовая Вот Желтая Хапты Разновидность Сурийская Слива Сувенир Востока Я называю Королева Сана Вот еще Она тоже Смотрите Вы поверите Что вот это Начиналось С одной веточки Вот это Вот Сувенир Востока Вот это Сувенир Востока Веточка От того чижика И вот Сувенир Востока Это все Когда-то было Одно С одной веточки А потом Немножко Распылись Разные воды Разные деревья И вот смотрите Что получилось Еще и Синеет Что синеет Вот Венгерка Сине-розовая К сожалению Косточки Кончились Врать не буду Подсовывать Уже не буду Так Ну вот Пожалуй Про сливы И все Давайте Заканчиваем Разговор О сливах Покупайте Покупайте Эти косточки Я придумаю Какое-нибудь Звонкое название Чтобы там было Слово Феномен Вот Например Феноменальные сливы В Сибири Уже Что-то в этом Руле Вот Но косточки Надо раскупить Потому что Уже скоро Новый год А вы Вот Кроме двух-трех Из того Что я листал Вы в каталоге Не видели Был момент Слабости А возьму И выращу Вот Вот Также буду говорить Что Результат Будет непредсказуемый Я вам не гарантирую Вот Цена будет Подешевле Потому что Я не гарантирую Я подумаю Да не буду я Это самое Сами в расчете Нечего Так Ну что Хватит мне с вами Расточить Я еще поговорю А Чудеса какие Давайте еще раз Продяснем Те которые У меня Не были В каталоге Сейчас 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 Господи Какая коллекция Ученых Этого нет И самое страшное Что Нет И не надо Вот они Вот они Ника Ой нет Это еще Для них Вот эти Этюж Ну эти Это не такая же Резкость Но Помните Вот сейчас Сходу Смотрит Сто человек Ну сколько Из вас Есть Хорошо Профессию одного Слива стартова Слива незнакомка Черный принц Черный абрикос Просто Черный абрикос Извините Что он уже Не черный Вляне Подвое Вляне Соседи Вот Черный абрикос Слив Козловского Узкая Красавица Интересно Что Это Узкая Красавица На работе Я беру Еще работал На заводе Но уже Хвастался Передо мной Тарелка У меня свой Кабинет Тарелка А ныне Лежат Крупные Можно сказать Отборные Сливы Вот А потом Заходит Женщина Поговорили По делам Какие-то документы Подписал Потом Посмотрел На мои Сливы А я же не рекламирую Просто молча И говорит У Николая Ивановича Два раза крупнее Я тоже Я хватаю За горло И держал Пока Она не пиздалась И не сказал Ее адрес Вот и получилось Это Вот это Вот Чудо Это Ботнера Вот Это С Украины Вот А Они там Выше 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 Там Где Его Портрет Ну вот Так Бывает А что Мне написал Ушка Красавица Прислал Мне Чернышов Левик Петрович Саратов Исказал Все Константинович Через И прислал Соседи У тебя Не будет Они все Уброжат Зайчки Представляете Правда Несколько человек Уже на том свете А вдруг Правда Умерли от того Что видели Мой сад Все Друзья Наканчиваем Еще раз Вот он Николай Иванович Сарство тебе Небесное Наверняка Сейчас в райском саду Занимаешься Выращиванием Вот таких Вот плодов Еще и лучше Все Друзья До свидания Вот Да Рекламный Фильм Да Нужно продать То что является Федеврами Продать дешево По хорошему Они даже стоят 10 раз дороже Должна быть очередь Из этого Из всех Научных садов Вот Но Очередь пока Не замечается Давайте сами 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 Все друзья Я останавливаю Продолжение следует